Чем заниматься на пенсии? Сидеть дома и ничего не делать? Так это время себе представляет сегодняшняя молодежь. На самом деле на заслуженном отдыхе многие ведут вполне активный образ жизни, например представители общества ветеранов ЛРЗ Крона. У большинства есть свои дачи, где начиная с весны и до середины осени работы предостаточно. Кроме того, они постоянно ездят на различные экскурсии, цель которых получить интересующую их информацию. В этот раз пенсионеры локомотивы ремонтного завода побывали в гостях в хозяйстве депутата Даугавпилской краевой думы Енины Курсита, которая располагается в Вышской области. На нескольких гектарах земли здесь произрастают плодовые деревья и кустарники, а также Енина выращивает саженцы, которые с удовольствием покупают многие не только местные жители, но и представители других регионов и даже стран. Мы как-то с ней встретились и поговорили на эту тему, потому что у нас много людей, которые имеют дачи, огороды и все прочее. Я переговорила со своими подопечными, и они выразили желание посетить вот это хозяйство. Вот этот вопрос мы согласовали с Ениной, договорились и приехали сюда. И, кстати, вы знаете, очень довольны. На самом деле времени у Енины Курсита не так много. Работы в хозяйстве предостаточно. По средам депутат ездит в Ригу в министерство, где отстаивает интересы Даугавпилса и края, а в четверг заседает в Краевой Думе. Кроме того, она активно занимается благотворительными делами, например, украшает территории костелов. Но, несмотря на этот плотный график, Енина нашла время, чтобы встретиться с представителями Кроны, провести для них экскурсию и ответить на вопросы. Я сотрудничаю с ними уже давно. Они мне действительно симпатичны, очень такие открытые, хорошие люди. И я действительно была очень рада, что они приедут ко мне. Я их встретил, я думаю, что они будут довольны этой встрече. За два часа представители Кроны получили массу полезной информации, а также исчерпывающие ответы на свои вопросы. А их, поверьте, было немало. Как отметили потом ветераны ЛРЗ, они действительно узнали много нового и интересного. Что нового для себя узнали? Ну, много чего. Прививка, яблони, обрезка. И какие сорта выращивать, не просто какой-то куст посадить, а именно, чтобы он давал пользу, радости. Во-первых, с вредителями сейчас вот как работать. Я никогда сама не занималась, отец занимался, ему-то царство небесное. Поэтому, получается, теперь мне надо учиться. А учиться я приехала здесь прекрасно. Я обязательно сюда весной приеду, в марте-апреле, для того, чтобы и саженцы взять, и клубнички можно взять. Ну, и еще раз повторить то, что обрезать надо, листья сорвать. В общем, не знаю. Прекрасно, здорово. Теперь представители общества Крона точно знают, как нужно ухаживать за яблонями, сливами, черешней, как правильно и когда срезать черную смородину и малину, а также как избавиться от вредителей. И главное, что усвоили сегодняшние гости Янины Курсита, это то, что ухаживать за своими растениями нужно с любовью. И тогда они отблагодарят вас отличным урожаем. И яблоки будут сочными, и малина вкусный и ароматный.